Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа, мы продолжаем наш замечательный пост. Сегодня мы рассматриваем и из первого недельного раздела книги Шмот, второй книги Торы, параграф четвертый. Почему четвертый? Потому что мы рассмотрели как-то первый, потом два раза рассмотрели третий параграф. Остался у нас второй, четвертый, пятый и из шестого параграфа одна фраза. Вот я выбрал четвертый, потому что он вроде бы побольше. И мне кажется, интересен с точки зрения как союзания, так и языка. Я поставил, как обычно, файл в нашу группу в Телеграм, и, к сожалению, немножко напутал. И файл словаря я поставил буквально несколько минут назад, но он есть. Вы можете его найти и посмотреть. Те слова, которые выделены желтым, это для меня, а те, которые на зеленом фоне, они вошли в словарь, можно их всегда посмотреть. Так, мы начинаем читать. Итак, Шмот перегдалет, пасук алиф. Видно мое выделение, да? Мой курсор видно? Да. Хорошо. В прошлый раз просто кто-то меня попросил вести курсор по тексту, потому что это помогает следить. А кто-то, когда он читал, точнее она читала, да, просил не вести, потому что это сбивает. Вы мне просто напомните, куда очередь подойдет. Вот сейчас читаю я. Моя ан-муше, ва-йон-мер, ве-эн, ло-я-мин-у-ли, ве-ло-иш-му-бы-ку-ли, ки-ям-ру, ло-ни-ра, э-ле-ха, а-ш-эн. Ну, это продолжение темы предыдущей. Вы помните, о чем идет речь. И буквально ответил Моисей, да, или и сказал Моисей, и сказал, вот ведь не поверят они ему и не послушают голоса моего, ибо скажут, не показался тебе. Теперь все выше, да, журия. Так, Бет, прошу, прошу Анну. Так, ва-йон-мер, ва-йон-мер, ла-ф-а-ш-эм, ма-зэ, ва-ят-ха, ва-йон-мер, ма-те, и сказал ему Всевышний, что это в руке твоей, и сказал, посох. Совершенно верно, слово ма-те имеет еще и другие значения, например, ма-те, это еще и колено Израиля, вот. Вот, и здесь я хочу сказать, что слово ма-те в тексте, да, в свитке написано вот одним словом, почитать, и понимать следует вот так, ма-те, что это. Спасибо, Анна. Гимел, Тимофей с нами? С вами. Прекрасно, слушаю вас. Ва-йон-мер, а шлиху, а шлихегу, арца, ва-я шлихегу, арца, ва-я-ги, лена-хаш, ва-я-на-с-мошэ, мі-панах. И сказал, брось на землю, и брось на землю. Да, шалах, здесь корень шин ламет хав, да, то есть это буквально брось этот корень, например, используется в названии ташлих, да, очень близкий корень сет, мы здесь в этом рассказе переводим как отпусти, отпусти народ, да, но, в принципе, значит и послать кого-то куда-то. Да, пожалуйста, продолжайте. Да, и бросил землю, ва-я-ги, и стал, ну, змеем. Скорее всего, змеем, да. Да. Ва-я-на-с-мошэ, мі-панах, и бежал мошэ от лица его. Да, от него, да. Совершенно верно, Тимофей, спасибо. Так, Далет. Шуша, шуша. Сейчас. Вэ мер Гашэм, байомэр Гашэм хальмошэ шлах, ядха, вэ эхоз, эхоз, бэ знэбо, збэзнэбо. Ва эхе, лэмэр, лэмэр, лэмэрэ, лэмэрэ, бэк по. Бэка по. Да, тут есть сложные слова, как обычно, вот, и милости просим, да, сейчас. Ну, потихонечку, что ты знаешь, так, и сказал Ха-Шем Маше, обратился, так, шлах, как можно сказать, брось, простри. Простри свою руку, протяни руку, пошли, да. Так, дальше, такой, ле-хоз, ле-хоз, наверное, вы знаете, держать, и возьмись, и схватись. Так, а слово занав, вот оно, означает хвост, и схватись за хвост его. И схватись за хвост его, и, так, и простри. Протянул. И протянул руку, и, как, укрепил, что ли, ну, схватил. Нет, хозак схватил, здесь, мысль схватил, да. И схватил его, и, так, встал посох, кем он был. Встал посохом, стал посохом, бе-капо. В, бе-капо. Каф, каф-яд, в ладони его буквально. В ладони. В руке Моисея, да. Змей превратился в посох, все нормально. Змей стал обратно посохом. Да-да, шуша, вы совершенно правы. Все правильно, так оно и было. Так, чудесно. Марина, 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 слушай, Марина. Да, извините, так. Да-да-да, совершенно верно. Ламаан, помните слово? Да, для того, чтобы... Для того, чтобы вы поверили, что... Чтобы они поверили, что... Оказалось, явился, да. Тебе явился Господь Бога... Бог отцов их отцов их отцов. Бог Авраама, Бог Исхака и Якова. И Бог Якова, да. Спасибо, Марина, все правильно. Вав, Вав, кто желает? Теперь вы. Вот Елена у нас не читает, хотя, мне кажется, зря. Лена, пожалуйста, как по желанию. Нет-нет, я не читаю, спасибо. Хорошо, хорошо, да. Тогда, тогда, я читаю вам. Вав, Вав, И положил руку за пазуху свою и вынул ее, и вот рука покрыта проказой, как снегом. Вот так тоже. Слово... Мецураат, ну, знаете вы, что одна из недельных глав называется Мецураат. Это некая болезнь, которую мы переводим как проказа, но по описанию там получается что-то похожее, но не совпадающее. Шелек, шелек, это, как известно, снег. Так, Зайн, пожалуйста, Анна. Так, Вайомер. И сказал Всевышний Моисею, верни руку за пазух. И вернул руку за пазуху, и вынул ее из-за пазухи, и вот она как бы вернулась, ну, как бы вернулась в тело буквально, как стало, как обратно, как все тело. Как восторо, к восторо, ки восторо, да, как тело, да. Ки восторо, да, как все тело, то есть все обратно как бы восстановилось. Да, 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 играя обратно, совершенно верно. Так, спасибо, спасибо. Так, Хэт, Шушина на очереди. Тимофей, Тимофей. Извини, извините, да, конечно, конечно. Тимофей. Да. Переводим. Да. И будет, если не поверят они, лах, тебе. Тебе. Потому что к Маше обращаются, не лиха, да, почему-то. Ну, так бывает, да. Это несущественно. И не послушают голоса знамения первого. Совершенно верно. Да. Вээмину и послушают они голосу знамения последнего. Последнего, совершенно верно. Тимофей абсолютно прав. Слово «от» имеет два значения. «От» – это буква, и «от» – это знамение. Множественное число «от» – это буквы, а «от» – во множественном числе «отот», как мы читаем в благословении, в вечеринстве, «отот» у «мофтим» бе-адмат бней хам. Чем отличаются «отот» и «мофтим»? «Мофтим» является еще и наказанием для египтян, а «отот» и «меней» являются. Это просто некие знамения, вот те, которые показаны выше. Спасибо, Тимофей, все правильно. Так, тет, очевидно, Шоша, да? Да. Какая история будет сейчас. ВОХАЯ, אם... ВОХАЯ, אם ЛО, ЯМИНУ, גם ЛШЕНУ, нет, ЛШНИ… Лишней аотот аэле Вэлло Ишмэлхум Лэ Клэха 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 Вэлэ Кахта Кахата Мэймэй Айхор Вэ Шэфатхат Шэфахта Шэфахта Ээвэша Вээхил Амайм Ашэр Пиках Мин хаэр Вээхил Лэдам Бэ Бэ Бэйябэшет 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 Да Как всегда повезло Ну это что-то значит Да Значит и будет Нет Погодите И было да Хэхаябэшет И было да Это перевернутое Перемернутое будущее время Значит будет То есть если они не поверят Что будет Значит хорошо Да Не поверят Так же Что такое лишь Но второй раз как бы Ну Личные Двум Двум знамениям И не Как это Лишман Это что-то типа Прислушиваются Голосы твоему Число Да Да Голосы твоего То есть не послушаются тебя Да То тогда Лакахта Лакахта Ты взял А Велакахта Ты возьмешь А Тот слово Слушай Наверное догадается Ми Мэй Мэй Что это вода Конечно Извод буквально Извод Город Аир Йор Это название Нила Великая река Так Извод Нила Извод Нила Так В Вот это я не знаю Шафах 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 Да И выльешь Да И выльешь Так Ябаша Ябеш Сухой На сушу На землю Да Выльешь на землю Так И будет вода Которая Которую ты Ну взял Которую ты возьмешь Из Нила Великой реки И станет она Кровью На Дан Кровью Да Баябеш Ну на суше Тогда На суше Станет она Кровью Вот такая страшная Здорово Рассказана Она Перевела Очень хорошо Спасибо Очень хорошо Да Так Прекрасно Так Юд Ну вы теперь А нет Сейчас Марина Марина У нас Марина Марина Конечно Господи Не забыли Бо Ва Ва Бо Би Адони Ло Иш Дварим Оно Хи Гам Митмол Гам Миш Шом Гам Маз Двариха да Марина вам тоже досталась непростая фраза но и сказал Моше Господу и это буквально прошу я я прошу или пожалуйста можно перевести да пожалуйста мой господин я не человек речей в данном случае дворим это слова и это дела не вчера не третьего дня буквально не позавчера имеется ввиду что никогда я не был речист и также то есть когда ты говорил и также с того времени как говорил ты и с рабом твоим да да почему же слова хавед кавед тяжелый ну тяжелый да тяжелый ртом ну как бы и может тяжело и тяжелым языком да получается да то есть не могу изъясняться красиво да да ну очевидно какие-то на какие-то проблемы с дикцией он отмечает что мне тяжело говорить да поэтому я не лучшая кандидатура считает может не сможет убедить их есть есть медраж про почему Моисей одно из вариантов один из одна из версий раш приводит почему Моше решился решился как бы хорошо перестал быть хорошо говорящим почему с деда даже интересно не так не то что было а то почему Моисей был действительно чтобы 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 вот этот вот посланец был именно тяжело устный да наверное так да это весьма любопытно но мы оставим вот это так сказать заинтригуем наших читателей которые еще не знают медража да рекомендую вам книгу Рава Моше Байеса да Вейсман кажется да медраж рассказывает да и кроме того я получил интересную ссылку на словарь в электронном виде словарь Андрея Графова и я поставил ее в телеграмм думаю что это будет полезно сам я еще не разобрался с этим изданием думаю что оно может оказаться очень полезным так Юд Алиф пожалуйста спасибо спасибо Марина Юд Алиф это я очевидно да да Ва Йомер Ашем Хэлав ми сам Хэлав дам о ми ясум и лэм о хереш о пикеях о ивер а ло анухи Ашем и сказал кто буквально кладет уста человеку кто дает человеку уста или кто ясум ну очевидно это тот же корень да кто кладет кто делает его слово и лэм это насколько я понимаю немой хэреш это глухой кто делает человека немым или глухим или пикеях мы знаем что это слово означает кроме всего прочего раскрыть глаза то есть делающий зрячим да по кеях иврим или ивер или слепым да кто решает будет человек немым или глухим или зрячим или слепым ага ло разве не я бог вот такой вопрос задал ему всевышний да вот здесь есть несколько интересных слов они вставлены мною словарь Ют Бет пожалуйста Анна и теперь иди и я буду с устами с устами твоими при твоих устах и научу тебя видимо укажу тебе научу тебя что тебе говорят да очевидно так да спасибо спасибо все правильно так Ют Гимель Тимофей Jegumel вот здесь не сказал да 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 пожалуйста Всевышний пошли пожалуйста Это Беяд Тишлах. Ну, как мы можем это... Как обычно посылаешь. Да, смысл именно это. Ну, так как пошлешь. Да. В руке того, кого ты пошлешь. Смысл тот, что Моше намекает, что брат его Аарон гораздо лучше подходит для этой миссии. Да, да, спасибо. Спасибо. Спасибо, но буквально, шелах, пошли, пожалуйста, Беяд в руке того, кого пошлешь. Да. Спасибо. Так, Юдалит, Юдалит, Шуша, да? Шуша, да. Вайхар, Ашем, Бамыше, Вайомер, Халлоу, Аарон, Ахиха, Халлуй, нет. А, Леви. А, Леви. Я дати, ки давар, и дабер. Дабер. Ки давар, и дабер, гу. Ваган, хіне, у, яце, ле, коротеха, ва, араеха, варааха, ва, самах, Белива, так, Белива, так, Белива, ва, сердце своё. Белива, Белива, совершенно верно. Так, откуда это началось? Вот. Вот отсюда. Вот такое, Ваяхар Аф. Ваяхар Аф, да. И возгорелся гнев. Божий, ну, как бы, по отношению к Моше, так можно сказать? То есть, прогневался. Да, да. И сказал. На Моисея, можно сказать, да. На Моисея. А, Ло, это разве не... Разве не Аарон, брат твой... Левит. Левит, да. Брат твой Левит. Я знал, как бы, да. Я знал. Знал, что он... Даберь ядабергу, что он будет говорить. Два раза корень использует. Говорить будет он, как бы, на этом, видимо. Да, да, да. И также вот, он выйдет и... Выходит, выходит. Ёце. Да. Да. Такое кротэ. Ли кратэха, как ли краткала, навстречу тебе. Навстречу тебе, в рээха. И увидит тебя. И так, смех, и возрадуется. И возрадуется. В сердце своем. В сердце своем. Шуша, замечательно. Прекрасно. Так, спасибо. Так оно и будет. Так. И, пожалуйста, тет... Марину. Марина. Марина, просим. В дебарта элав. В санта эд дворим. Эта дворим. Бэфив. В энохи. И гьем им пеха. Пиха. Пиха. В им пигу. В эго рэти. В эго рэти. Эт хэм. Эт. Эшэр. Эта сун. Эта сун. Совершенно верно. В эдибарта элав. И ты будешь разговаривать с ним. Да. Да. И вложишь ему эти слова уста, да? Слова уста, да? А я буду с устами твоими. И с устами его. И буду учить вас, что делать. Что делать? Совершенно верно. Я буду управлять вами, да? Я расскажу вам, что вы должны совершить. Спасибо, Марина. Все правильно. Марина, вы в Москве? Не, я в Украине. В Украине. Ага. Понятно, понятно. Так. Спасибо. Теперь вы. Теперь вы. Теперь я. В эдибер гу леха има ам. В эя я гу. И в эя я гу. И в е леха ле пе. В эя тат и е ло ла э ле ло им. Вот так. Сложная для понимания фраза, но мы даем дословный перевод. И будет говорить он тебе. Извините. В эя тат и е ло ла э ле ло им. Да. И будет говорить он тебе. К народу. И будет он. И будет. Он будет тебе устами. А ты будешь ему всевышним. Да. Но тут, наверное, надо пояснить, что здесь говорится о том, что Моисей будет получать указания, слова от Всевышнего, передавать Аарону. Аарон будет, что называется, озвучивать их всему народу. То есть Аарон будет Моисею устами, а Моисей будет Аарону кем? Указанием, что именно надо говорить. То есть как Бог для Моисея, так сам Моисей для Аарона. Ну, я думаю, что все помнят, что здесь именно об этом говорится. Так. Да. Юд, Зайн? Да. Чей? И посох вот этот вот возьми в руку свою, которым ты, видимо, будешь, сделаешь, которым, с помощью которого ты сделаешь, будешь совершать знамение. Знамение, совершенно верно, да. Ну, мы знаем, где посох этот участвовал и что предстоит им сделать. Да, спасибо, Анна. Сказано, что посох – это один из десяти вещей, которые были сотворены в сумерки дня субботнего, в шаббат, по-моему, десять вещей. Да, в том числе посох Моше, это в перке, вот, сказано. Да, совершенно верно. Вот такая интересная история. Так. Тимофей, очевидно, да, Юдхет? Да, Тимофей. Да, Юдхет. Ваилах Моше, ваишав, эль-ъятер, хотноу, воюмер ло, эльха-на, ваашува, эль-ахай, ашер бемицраим, ваер-э, аудам, хаим, воюмер итроу, лямоше. Ваилах на шалом. Переводим. И пошел Моше и вернулся к Итру, тестью его. И сказал ему... Ну, тут он называл Етер, это одно Етер? Его, да. Ну да, Етер. И сказал ему, эль-хана, пойду-ка я, пожалуйста, и вращусь к братьям моим, которые в Египте, и увижу, аудам, хаим, живы ли еще. Аудам, да, совершенно верно, да. И сказал Итру Моше, иди себе с миром. Иди с миром, да, совершенно верно. Спасибо, Тимофей. Тимофей у нас в Риге, да? Да, да, все верно. Я правильно запомнил? Да, чудесно. Спасибо, спасибо, Тимофей, да, все правильно. Га-одам – это од с местнымменным суффиксом они, как Тимофей правильно перевел, да. Юд, тет, очевидно. Уша. Уша, да. Да, вот здесь. Да, Митсраем. И сказал Бог Моисею в Медьяне. Как сказать, иди назад в Египет. Вернись, да. Вернись в Египет, так как умерли. Как это, Киев, мы это, умерли? Ибо умерли. Ибо умерли все люди, так, в Мывакшим. Мывакшим, буквально просящие, но желающие, да. Ищие, просящие, желающие, да. Так. Ну, шифровые, да. Как это по-русски бы сказать, в чем смысл, да? Ну, желающие тебя как-то погубить, тебя. Ну, как говорят, пришли по твою душу. По твою душу, которые пришли, по твою душу. Все, откинулись те, кто... По твою душу, да, совершенно. Хотя, примечание, говорят, что эти самые люди, они не умерли, они всего-навсего обеднели, но обед, подобен мертвому. Ах, да, 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 есть такое. Ну, есть, на самом деле, разные мнения относительно, например, фараона. Был это тот же самый фараон и так далее. Сколько же он должен был прожить, тот самый фараон? Что же, столько 200 лет, что ли, он должен был прожить, чтобы... Смотрите, Анна, тут говорится еще и про осла, на которого Муша посадил жену и детей, что это тот тоже осел, который был у Авраама, и он же будет и ослом Ашеха. Так что, насчет долгожительства, вопрос остается открытым, да? Как знать, как знать, так? Да, спасибо. Каф? Так, или Марина? Марина, так. Ваяках Муша от Ишто, ваэт Банав, вайярківам, вэм. Вэм, да. Эли Гахамор, ваяшав Арца Митсраим, вайках Муша от Мате Гаэлогим баядав. Баядав. Да, да, да. Так. И взял Муша свою жену и сыновей своих и посадил их на осла и вернулся в землю египетскую. И взял Муша посох Господа в руку его. Да, 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 именно так. Ну, относительно, я просто немножко добавлю, спасибо, Марина, правильно. Да, потом мы обнаруживаем, что Ятро приходит к Моисею и приводит к нему жену и детей. И комментарий говорит, что по дороге Аарон, которого встретил Моисей, сказал ему умную вещь. Ты идешь извлекать евреев из Египта. Зачем же ты ведешь туда новых евреев, то есть свою семью? Отсюда мы видим, что, очевидно, они уже считались евреями, то есть был проведен Киев. Да, вот такое тоже возможно. Так, спасибо, Марина. Теперь кафе Альфья. Ва-йомер Адонай эль-Муша, Белехтеха лапшув Мицраима, арее כל המофтим, ашер самти баядиха, ва-аситам левней паромат либо. Велоги шалах, это страшная история. И сказал Бог Моисею, когда пойдешь ты вернуться в Египет, смотри, все, теперь уже муфтим, да, есть вот тот и муфтим, все чудеса, муфтим это то, что является еще и наказанием для египетян, которые положил я в руку твою, и делай их пред фараоном, а я буквально ожесточу сердце его, а хазек, хазак, сделаю, сделаю, хазак, как это сказать, усилю, да? Укреплю уже, ожесточу, переводят как ожесточу, хотя укреплю. Ожесточу, да. Но буквально это хазек, да, укреплю, да, сердце его, и не пошлет он народ. Вот как оно будет. Так, так, ну, спасибо, само собой. Так, Анна, пожалуйста, как говорит? Да, мой первенец. Хотя мы знаем, что были в то время народы и более древние, да, сколько поколений существовал еврейский народ. Но если, например, мы возьмем Моисея, мать его была дочерью Леви, а Леви – это четвертое поколение, то есть Моисей был, если по матери, так, шестое поколение, а если по отцу, то седьмое поколение, седьмое поколение еврейского народа. Тем не менее, именно еврейский народ называется Бехор, праведник, первенец, первенец, да. Так, Кав, Гимел, Тимофей. Кав, Гимел. И будет он служить, работать мне. Да, и будет служить мне. Да, слова вудам служить, да. Да, вот Моэн. Бат и Моэн. И откажется, откажется фрау, конечно, да. И откажется послать, да, послать его. Вот, я убиваю горлик, да. Сына твоего, Бехореха. Первенца. Первенца твоего, да, да, да. То есть это следует знать фрау. Спасибо, Тимофей, да. Да, все так. Кав, Гимел, Тимофей. Моэн, современное слово, означает гостиница. Понятно, что это место, где, возможно, Ла-Лин или Ла-Лун остаться на ночевку. Как мы это переведем? Не знаю. На месте ночевки, на ночлеге, наверное. На ночлеге. Ваевка Шейму. Ваевка Шейму. Пагаш. И встретил. Встретили. Шейму. Встретил его, да. Встретил его Всевышний, да. Ваевка Шейму. Ваевка Шейму. Как это? Ваевка Шейму. Ну, буквально попросил. То есть захотел или... Какое здесь слово подойдет? Захотел, потребовал. Хотел умертвить его. Отребовал, да. Потребовал убить его. Он был умертвить его. Ну, как-то так. Да. Кого? Моисея, да. По простому смыслу именно так, да. Спасибо, Шуша, правильно, да. Так, а вот здесь положительная роль еврейских женщин. Марина. Марина читает нам, что произошло дальше. Ватиках Цепора Цор. Ва Тикрох. 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 Тикрох, да. Тикрох. Это Орлат. Орлат, да. Орлат Бана. Ватага Лераглав. Ватомер. Ватомер. Ки хатан дамим афта ли. Да, страшная история. Да, просим. Ватриках. Тогда взяла Цепора... Цепора Цепора буквально кремень, да. Кремниевый нож. Кремниевый нож. И обрезала плоть, крайнюю плоть. Ну, сделала обрезание, да, это так. Моему сыну. Да, именно это, да. Сына ее, да. Сына ее. И прикоснула. На камню и сказала, ты мой жених крови, да. Ты мне, ты мне. Вот буквально это именно так. Ну, митраж тут есть весьма интересный. Значит, речь шла о сыне, который был рожден в дороге, да. И, значит, покуда они были в дороге, были они освобождены от заповедей обрезания. Но здесь должен был Моше сначала исполнить заповедь, а потом Моше позаботиться о ночлеге. Ну, вот один из митражей. Спасибо. Спасибо, Марина. Теперь я. Сейчас одну минуточку я посмотрю, ибо есть у меня словарь, и в этом словаре вот слов, несколько интересных слов. Я, так, ВАРФ, так, ВАРФ буквально означает «и оставил его». Да, вот такой перевод я, собственно, нашел, но самого слова я не нашел. Поэтому, честно говоря, даже и вот в этом словаре, о котором я говорил, в библейском словаре Андрея Графова, тоже искал и не нашел. Что это за форма, честно говоря, не знаю. Так, и буквально оставил его. И тогда сказала «жених кровей по обрезанию» или «для обрезания». Ну, вот такая история. Спасибо, Марина. Так, теперь я читаю вам Кафзай. Да? Вайомер, Адунай. Подождите, Кафы уже прочитали ведь, нет? Ага, может быть, так. А, да-да-да, Кафаф я прочитал. Ну, пишу, да. Так, хорошо, тогда Ваша. Не буду отнимать, хорошо. Вайомер Ашэм ля Арон лэх лекрат Моше Амидбара. Ва елэх в Ивгашэгу бэгар Айлоким. Ва Ишакло. И сказал Всевышний Арону «иди навстречу Моше», буквально в пустыню Амидбара. В пустыню, да. И вышел, и встретил его, ну, получается, на горе Всевышнего. Да, да-да-да. Ва Ишак. И поцеловал его. И расцеловал его, да. Ишак – корень нуншинкуф. Нэшика – это поцелуй, а нэшик – это еще и оружие. Ва Ишак просто нул здесь первая корневая попадает. И поцеловал его. Да, спасибо. Это прочитала она. Теперь Тимофей Кавхэт, да? Да. Да, Кавхэт. Переводим. И рассказал Моше Арону все слова Всевышнего, которые Шлахо передал. Послал ему. Послал ему. И все знамения, которые заповедал ему. Ну, проинструктировал. Да, верно. Кавх, да, спасибо, Тимофей, все правильно. Кто теперь? Шуша. Шуша, да. Моше Ва Арон Ва Эсфу Этколь Сикнеев Ней Срей. Так, как правильно сказать. И пошел Моше и Арон. Ну, пошли. Да, буквально так. Пошел в единственном числе, но речь идет о них. О них. Ва Асфу Асав собрали. И собрали всех старейшин среди израильских. Да, да. Всех старейшин. Да, правильно, правильно. Спасибо. Так, теперь Ламед. Моше Ва Едебер Арон Этколь Гадварим Ашер Дибер Гашем Эль Моше. Ва Я Ас Гао Тот Лей Ней Га Ам. Так, да, да, да. И рассказал Арон. То есть Арон все слова, которые говорил Господь Моше. И... Ва Я Ас и сделал. И сделал. Ну, все знамения перед их глазами. Да, да, да. Перед глазами народа. Народ. Спасибо, Марина. И мне остается последняя фраза. Ва Я Амен Ха Ам. Ва Иш Ме У. И Пакад Ашем. Эт Бне Исраэль. Векира А. Эт Ан Ям. Ва Ик Ду. Ва Иш Тахаву. Извините. И поверил народ и послушал, и услышал буквально, что Пакад. Вот это вот слово имеет множество значений. Какое из них нам подойдет? Может быть, Анна мне поможет. Пакад. Вспомнил, да? Задействовал, запустил. Да? Пакад, Пакад, Пакад. Вспомнит вас. Именно так, да. Да, да, да. Пакад, ну да, обычно перевод там вспомнил, да? Вспомнит, вспомнит. Хотя тут в современном иврите, как я понимаю, вовсе и вовсе даже это что-то типа прикажет или посчитает, или прикажет. Ну, в общем, как-то включил программу, я бы сказал, наверное, да? То есть сделать то, что обещал. По освобождению евреев начался. Наверное, так, да. Запуск программы. Да. То есть вспомнил Всевышний сынов Израиля и увидел бедствие их. Слово они. Они – это бедняк через аин. Так. И поклонились, и преклонились. Своих. Ду-ва-иш-та-ха-му. Да. Ну, тут вот я просто добавлю, что Моисей напрасно подозревал народ в том, что они не поверят ему. И попросил чудеса. И те чудеса, которые дал ему Всевышний, они немножко как бы унизительные. Они показывают ему, ты возводишь на праслену, ты говоришь. Это лошон гора на весь народ Израиля. И, как мы знаем, вот та проказа, о которой будет речь идти дальше в книге Вайкра, была наказанием именно за лошон гора. И вот здесь вот намекает Всевышний, ты плохо думаешь обо всем народе. А в действительности, как мы видим, послушались, поверили ему и действительно поняли, что наступило время освобождения. Ну вот, мы прочитали с вами четвертый парадокс. Так, пожалуйста, если есть вопросы какие-то по тексту, по евриту, милости просим. И змей тоже был намеком на злословие, змея. И змей, да-да-да, совершенно верно. Да, Шуша, Шуша, хочется спросить. Да, есть. И от меня давно пилит этот вопрос. Вот там, где было, что и расцеловались. Так это правда, что поцелуи и оружие один корень? Корень один? Корень, конечно, один. А вот почему? Это очень странно. Это трудно сказать. Я вам скажу, что, например, и хлеб, и война одного корня. А я могу вам сказать, почему хлеб и война одного корня. Я видела... Расскажите. Да, потому что изначально лэхм, в общем, в арабском языке это сохранилось. Лэхм – это мясо, это не хлеб. То есть нечто насущное пищи, которую добывают с помощью оружия. То есть, видимо, добытое на охоте, допустим. То есть это именно дичь какая-то, то, что добывают на охоте. А потом это уже, ну, израильтяне рано перешли к оседлой жизни. И это лэхм стало обозначать нечто насущное, то есть хлеб. Ну, а у рабов это осталось мясом, потому что они так, в общем-то, скотоводами очень долго оставались скотоводами. У них это осталось, это хлеб. Поэтому война и война и нечто насущное пищи. То есть вот то, что вот добывают на войне. Здорово, здорово. Да, а вот про нэшик, нэшик, поцелуи и оружие, вот это надо покопаться. Действительно, не видел. Ну, да, аналогия тут, по-моему, быть весьма интересная, но... Да, есть, конечно, но это странно. Из-за этого разночтение в переводах возникает. Вот я не знаю, кто читал. Ну, кстати, вот это и талайка. Я вот вам рассказывала, Таилим, по-моему, второй Таилим в конце, там идет речь не то вооружитесь, не то поприветствуйте, то есть поцелуйте. Да, наш кубар, что-то такое, да. Наш кубар, то есть то, если вооружитесь чистотой, то ли поцелуете сына. Ну, имеете в виду, там речь идет о царе Машехе. Вот так вот. Из-за этого у разных, так сказать, религиозных всяких, я скажу так, параллельных религий возникают разные, так сказать, фантазии. Да, странноватые. Ну, да. Да, да, верно. Ну, что же, замечательно. Ну, с Божьей помощью мы встретимся через неделю. Ну, вот Шуламид, руководитель одной весьма любопытной группы в Москве, сейчас задала мне вопрос, не присутствовал ли у нас кто-то из ее группы? Ну, своих я знаю, вот разве что. Елена у нас появилась не так давно, да? Вы как нас нашли? Если, конечно, не секрет. Нет, я нашла вас просто случайно через лимон. Ага, понятно. В каких-то группах я не была. Я жила 20 лет в Америке, сейчас уже 10 лет живу в Израиле. Еврейский учить пока еще не могу. В Московской группах была давно, в 89-м году оттуда уехала. Понимаю, понимаю. Еврейский участвовал. Очень-очень рада. Спасибо, спасибо, Елена. Очень приятно, спасибо большое. Мы собрадовались, вы совершенно не случайно нашли нашу группу. Это все, так сказать, совершенно. Очень интересно мне это. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо вам огромное. Тогда я прощаюсь с вами. Да, единственное, я хотела сказать, может быть, еще к тому-то интересно. Нашла, что вариант, вы говорили слово медина, государство, что это типа персидское слово. Ну, в персидском языке в современном... Ну, так вот я слышал, да. Я не нашла об этом подтверждение. В персидском, в современном, там государство – это арабское слово. Там много заимствований из арабского. А я нашла вариант, что это все-таки и таки еврейский корень, что дин суд. Мадина – это место суда было изначально. То есть это городская площадь, где совершался суд. Ну, а потом это уже стало... Город Медина – это потом город, ну, а потом это уже и государство, естественно. В арабском языке до сих пор Медина – это город, на самом деле. Медина – это город? То есть вообще город или название конкретного города? Название город, но вообще само слово город, медина по-арабски. А где-то в Марокко, там до сих пор Медина – это центральная там часть города или городская площадь. Ну, я знаю, что впервые в Танахе появляется слово Медина, Магилат-Эстер, в котором много заимствований именно из персидского. И значение даже не государства, а как бы провинции, да, 127 провинций империи Ахашвирошфа. Так, я говорю, изначально это город, это именно место, именно город Медина, а потом стало государство. Спасибо, спасибо, учтем. Так. То есть на городской площади обычно собирались судьи там и все такое. Да, с этим мы сталкиваемся неоднократно. Так. Хорошо, всего доброго, счастливо, до новых встреч. Да, спасибо. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Всем счастливо, пока.